Здравствуйте, дорогие пациенты! Я Стараверова Ксения Владимировна, главный врач клиники Венеция Дент. И сегодня мы с вами поговорим о разнице между винирами и люминирами. Немножко развеем мифы. Первое, о чем я хочу сказать, о том, что разница в изготовлении виниров и люминиров. Виниры изготавливаются из прессованной керамики. Здесь есть, конечно, этот метод проще, и поэтому отличается цена. Также бывают виниры из поливо-шпатной керамики. Это как раз люминиры, ультраниры, как сейчас модно говорить, которые изготавливаются методом послойного нанесения керамики. Это такое индивидуальное изготовление, но намного сложнее, чем из пресс-керамики. И, соответственно, тоже от этого зависит цена. Но сейчас возможно изготовить и пресс-пресс виниры, и макс виниры. Тоже достаточно тонкие, от 0,3 до 0,6 мм. Поэтому здесь уже выбор за вами, какие вы выберете виниры или люминиры на рефракторе. Потому что любой из материалов позволяет минимально обточить зуб. Но все-таки есть некие показания. Например, если человек страдает бруксизмом или ночным скрежетанием зубов, то, конечно, ему больше показаны виниры с полной анатомией, нежели люминиры на рефракторе, которые он, к сожалению, может сколоть, даже при наличии защитной капы. Поэтому я и хотела немножечко все-таки вот эти мифы развеять о том, что цена больше складывается из-за метода изготовления сейчас, нежели из обточки. Потому что минимально можно обточить и под виниры сейчас, и под люминиры. Единственное, что есть люминиры американского производства, поэтому и называются люминиры, а не ультраниры. Они изготавливаются вообще без обточки. Например, у пациентов с абсолютно плоскими зубами, там хочется какой-то выпуклости, более яркие люминиры, чтобы это был там блич, как это сейчас модно, ультрабелые. То это все можно сделать без обточки у пациентов с абсолютно плоскими зубами, придать им выпуклость. И тогда только идет адгезивный протокол подготовки самой эмали. Они очень прочные, естественно, потому что крепятся на эмали. И как говорят, это типа second enamel, вторая эмаль. Темы отличаются именно люминиры. А все остальные названия ультраниры, виниры, это, в принципе, отличаются только методом изготовления. Еще раз повторюсь, это или на рефракторы, это ультраниры, ультратонкие виниры. Это означает, что они послойно наносятся на специальную огнеупорную модель. Это очень сложная методика изготовления. Или из прессованной керамики. Это проще. Это виниры Е-Макс. Да, они сейчас везде популярны, повсеместны. Их цена намного ниже. Но они также могут изготавливаться и очень тонкими, под микроскопом. И также с минимальной обточкой для зуба. Поэтому мы мифы развеяли. Независимо, в принципе, от цены, вы можете себе позволить изготовить виниры с минимальным повреждением эмали зуба. Спасибо.